На фестивале «Черная пешка» рады и любителям, и профессионалам. Каждый из участников мог попробовать свои силы в различных турнирах. От классических шахмат до вот такой партии с роботом, который способен просчитывать до 16 ходов наперед. Зависит от того, как разработчик напишет программу, то есть может быть очень высокий уровень сложности, что робот будет просчитывать все наперед и выиграть будет невозможно. Но если робот был представлен в единичном экземпляре, то найти себе соперника среди ребят на интеллектуальном ринге не составляло труда. Ведь в фестивале приняли участие 350 юных шахматистов из Белоруссии и России. Меня привел в шахматы мой брат. Он тоже очень хорошо играл, и мама решила меня записать тоже. Любимые игры у меня – пешечные бои, поддавки, обычные шахматы. Хороший шахматист должен быть устойчивым. Надо концентрацию держать, много знать тоже надо. Шахматы помогают в учебе, это очень помогает развиваться логике. Это шахматы – очень хорошая игра. Рапид, блиц, супер-блиц с контролем 3 плюс 2, уголки, шведки, двухходовки, шахматы Фишера. И это далеко не все виды игр за шахматной доской, которые были представлены в рамках фестиваля. Идея этого фестиваля зародилась у моей дочки, когда она стала увлекаться шахматами. И, приехав с чемпионата мира, сказала, почему же у нас в Бресте нет таких масштабных соревнований. Мы попробовали, и на первом фестивале у нас было огромное количество участников на тот момент. И вот уже шестой год мы проводим этот праздник. И каждый год стараемся внести что-то новое, чтобы удивить и порадовать наших участников. Ежегодным участником наших соревнований является Александра Тарасенко. Она неоднократная чемпионка Европы, а с последних соревнований привезла 4 золотых медали во всех номинациях за «Воевав золото». Главный для меня трофей – это двукратная чемпионка Республики Беларусь среди женщин. Ну, я этим горжусь. Наверное, все-таки труд, упорство, надо 1% какого-то дара или таланта, но 99% труда. Ну, как бы, да, надо тренироваться. За время проведения фестиваля «Черная пешка» прошло 36 различных турниров, в которых было сыграно более 10 тысяч партий. Состязание известно далеко за пределами страны и стало одним из брендовых мероприятий нашего города. Организаторы уверены, проект еще не раз станет площадкой для встреч юных талантов.